Здорово и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Ну что, закончился бой, о котором мы говорили, о котором мы ждали, которого мы все получили удовольствие. Майкл Маккинсон был нокаутирован Вёрджилом Ортисом. Ну что сказать? Жалкий, ничтожный, случайный в боксе, беспонтовый левша, с беспонтовой манерой ведения боя, с абсолютно бесполезной какой-то попыткой выживания в этом бою, начиная со второго раунда, чистого выживания, был полностью избит, полностью деклассирован и удосрочен Вёрджилом Ортисом, который даже работал, мне кажется, на 75-80%, то есть не на 100%, не было активного прессинга, не было, как вам сказать, то есть вот у него получается с дистанции попадать джебом, и он очень много этим увлекается, то есть это не тот артист, который может, понимаете, попал джебом, шаг вперед и сразу на ближней дистанции серия за серией, вы видели, он ему в клинче капу изо рта выбивал, то есть он ударами в клинче на коротке, мог его просто раз за, ну, расколотить там за 5 раундов, он ему дал, ну хорошо, хочешь убегать, убегай, хочешь там клинчевать, клинчуй, хочешь головой там меня бить, рассечение создавать, окей, я буду работать с тобой вот как тебе удобнее, максимально слабый я будет работать против тебя, который просто достоять до конца хочет, и все равно нокаут, понимаете, потому что, ну, как я говорил, на всех тренировках, вы их можете найти там за 25 июля, они все есть в интернете, Вирджил отрабатывал то, что нужно для нокаута против левши, правый снизу, левый в печень, левый в печень со средней дистанции, не с полным бросанием веса на переднюю ногу, именно это он и работал, правый по селезенке жесточайше пробивал, левый хук хорошо проходил с первого раунда, ну, левша пропускает правший левый хук, это, ну, сразу все понятно, и был этот, как его зовут, Майкл Маккинсон в восьмом раунде сломался, очень тяжело упал в нокдаун, от удара в печень встал, удар в печень был скользящий, то есть самый опасный, когда вот кулак попал, зацепил эту печень и вылетел в сторону, то есть вы знаете, как крюком ее подцепил и потянул в сторону, то есть не вдавил ее внутрь тела и дал ей обратно разжаться, то есть не пытается ее как-то смять, а именно растянуть ее попытался разорвать, то есть кусок печени, она широкая, вот кусок печени подцепил и потянул в сторону, и она начала где-то внутри частично, какие-то клетки начали рваться, это самый болючий удар. Маккинсон встал, но в следующем раунде от первого же джеба в корпус, человек упал, начал убегать, там полотенце выбросили, ну, Вёрджил уничтожил этого человека, причем, я еще раз говорю, Вёрджил мог лучше отбоксировать, Вёрджил мог агрессивнее отбоксировать, Вёрджил мог активнее отбоксировать, он пытался попасть правым прямым, часто им промахивался, и Маккинсон, он ведь когда бил, он работал выпадами такими, левша боксирующий выпадами, это нокаут отправил прямого на встречу всегда, Вёрджил не бил его с правым на встречу, то есть он ему все карты дал в руки, и Маккинсон все равно, не выиграв ни одного раунда, отправился в нокаут, То есть, красота, но что можно, вот знаете, в уважение сказать этому Саксонцу, до 9 раунда достоял дольше всех, молодец, вот в этом плане, да, он будет потом гордиться и рассказывать, вот я с Верджилом Ортисом достоял больше, чем Морис Хукер, там, и Гидиус Коваляускас, и Антонио Ароско, ну, а в остальном прогноз зашел, Верджил победил нокаутом, ну, вот дайте ему этих Кроуфордов, Шмоуфордов, вот этих дистанционных любителей, которых никогда по корпусу не били, вот этих левшей, которые привыкли боксировать с дистанционными, бьющими один удар с дистанции, вот дайте Верджилу таких, и посмотрите, посмотрите, как они все расплестаются по рингу, так что вот такие вот делаю я выводы, ну, ждем то же самое в исполнении Антони Джошуа в бою с Александром Мусиком теперь.